к сожалению ничего хорошего в разводе нет люди говорят грелись зимой грелись на улице но к сожалению еще вот такое наследие очень тяжелое очень такое неприятное любовь вашей жизни сейчас хан вы больше года уже руководите казах фильмом что успели сделать в принципе сделано немало скажем так но прям вот мы такую статистику не делали я сейчас буду вспоминать и проговаривать основное наверное это то что зимой стало в киностудии тепло то есть мы провели газ газификацию потому что я помню у нас здесь были новогодние съемки и это было ужасно холодно прям очень холодно заметила воле того люди говорят грелись зимой грелись на улице было до такой степени холодно во всех зданиях мы провели газ слава богу и в этом нам помог конечно правительство я хочу сказать что с бюджета казах фильма не было потрачено на это ни одной копейки девочки хочу сказать нашим в кастранс газ вот какие-то вот такие спонсоры которые оказали нам эту помощь безвозмездную но в целом они я думаю заложили так как это не моя же киностудия такие на студии нашей страны поэтому безусловно этой зимой на казах фильме будет тепло и просто зимой уже было тепло да и это зимой тепло поэтому мы немножко в таком комфорте работаем здесь в этом кабинете сидели все руководители казах фильма не все я знаете я в этом кабинете первый раз сам появился когда свет включить ребят нет да он у вас здесь тепло более чем да открыть окно нет нет не надо да давайте ака мне кажется вот я вас знаю ну хорошо познакомилась с вами когда снималась фильме боксер кстати вы наверное всегда знали что вы будете президентом газа фильма и нет точно нет потому что такой цели у меня не было более того всегда как-то очень осторожно относился киностудии с моих первых картин и когда первый раз меняли ермей камерхан и что же аман шайк он привлек киностудии это первая работа ликвидатор кинокартина вот в этом кабинете как раз таки мы встречались мало чего вообще изменилось я только с собой кресло придется вы не загадали желание что пришли здесь нет ни в коем случае а почему вы избегали ну всегда почему-то киностудия меня ассоциировалась с таким саташка с тем который вот неповоротливые не гибкие более того мне всегда кого что к молодежи у киностудии всегда отношение было такое очень они были немножко всегда спиной к моим коллегам молодым вот поэтому когда ко мне обратились для меня это было немножко такое на удивление этому ничего себе посыки на суде меня привлек пошли до этого у меня уже какие-то были успешные проекты но более-менее успешно и там в прокате которые были коммерческие фильмы я думаю что именно поэтому наверное решил так стратегически когда он пришел к руководству киностудия но я на подумал что надо пора разворачивается лицом к молодежи и вот тогда вот появился фархад шарипов я еще там лоха от ибраевки этот ряд молодежи которые отучились еще можно отправлял еще стую ребят в нью-йорк чтобы там они отучились потом они вернулись и их начал привлекать к студийной работе и семья к меркам аншаев был новатором реформа до хорошим снова он был такой на мой взгляд одним из вы готовы тоже таким реформам кардинальным это надо делать потому что молодежь в любом случае это это прогрессив я впервые всегда вот про это говорю когда пришел к руководству я встретился наверно со всеми ребятами в этом молодыми всех привязать всех кого ребят двери открыты всегда как только будет какая точка соприкосновения под в плане сотрудничества и так далее чтобы мы всегда это могли сделать то я и султан это и вот ребята которые все отучились вот которые на пике сейчас прогрессива киношного то есть ваша дверь открыта любому то есть если у кого-то есть и креативный сценарий интересная идея тут мы немного ограничены тем что у нас нет как я в коридоре мы говорили финансирование прямого у нас сейчас нет но я очень надеюсь что нам дают какую дадут самостоятельность что все таки не все будет через госцентр а все-таки киностудия киностудия должна снимать свой контент и мне кажется мы это было бы хорошее такое ну не знаю дух такого соревновательный дух с госцентром и при этом же тоже будет здорово если и госцентр что-то к свой контент делать при этом и казахфильм делать свой контент мы в прокате кто больше заработает кто больше там аудитор аудиторскую любовь обретет и так далее поэтому очень на это надеюсь верю и мы в этом плане час тоже прорабатываем говорим это столица но долго центра деньги выделялись казахфильму до долго с интерната госцентр эта структура появилась года три-четыре назад сейчас все эти многомиллиардные бюджеты уходит в госцентр да и они объявляют пичинг и вот и в этом плане мы немножко заложники то есть когда вот молодые ребята мне приносят сценария говорю сушну у нас свои игры средства часто запустить нет я говорю вижу классная идея давай горит и либо сам иди на печенье участвую в конкурсе в открытом либо может уже через кого фильм подавать мы в этом году подали в 48 проектов подали на пичинг на мой год очень интересные они были все и вот пока результаты еще не объявили но говорят что не все у нас прошло там безусловно понятное дело мы очень надеемся на поддержку госцентра что что-нибудь да у нас будет пока мы делаем тот контент который мне достался в наследство в наследие утверждено до вас дома его прихода вот этот контент доделываем это тоже несколько фильмов у кого ли недавно была премьера к накрады кинокартина сейчас мы снимаем наш милый доктор 2 называется кинокартина тоже мизикл делаем а хика тоже совместная работа с это уже молодые режиссеры которые пришли к вам где-то молодые где-то не совсем уголе макатаев это булат полумбетов на штуку крифей можно сказать да такое его работа была да то есть где-то молодые ребята вас есть совет директоров совет директоров безусловно кто вне сайте более среди вторых сегодня можно поздравить ваша баяна логозова зашла к нам цель до поздравляем байтасов это те ребята которых я вот как бы очень хотел видеть а сколько там человек 55 арманджан баян баян и остальное тоже министерство это все составное министерство культуры так как они наши акционеры они председательствуются эти директоров да но теме я хотел именно записать чтоб совет был очень живой чтобы он был сбалансированный в плане бизнеса творческой части чиновников вот чтобы это было действительно очень полезная очень такая площадка где здесь мы решали бы глобальные вещи в судьбе наших нас вот какая у них задача будет садил очень много то есть ключевые какие-то узловые такие решения мы все проводим через совет директоров окан 16 гектаров земли ну просто золотой кусок алматы постоянно периодически слышу разговоры о том что казахфильм приватизирует что здесь будет строится что-то вот бьюры вся земля принадлежит к за фильм к сожалению нет на сегодняшний день 55 гектаров чуть больше пяти гектаров принадлежит городу акимату акимату да и юра ну слава богу нас там никто их не отбирает ничего такого не происходит у нас там вот более того там ангар стоит допустим на той земле декорации какие-то стоят на той земле не на вашей земле уже уже не на а как так получилось что земля казах фильма отошла акимату к сожалению это я не знаю как так произошло ну да юра да но к вам не приходили еще застройщики не говорили о да нет давайте мы здесь построим 5 этажей ваши 10 наши я очень надеюсь что в любом случае чтоб здесь не было она будет в интересах киностудии казахфильм в любом случае очень надеюсь на это приходили когда учились да да я здесь снимался в фильме группы а студия был фильм джулия я там массовки я танцевал вернее меня утвердить ну смысле я должен был танцевать одним из участников в массовой сцене я долго прождал и ушел потом я решил я буду снимать свое кино ну типа того да потом была кинокартина лажар я там играл тоже у меня главная роль было много сцен снималась здесь в павильонах тоже там в плк есть здание там в подвале это какой год это были 90 91 92 года как раз вот на съемках этого фильма вы познакомились со своей уже бывшей женой да да с назиром и познакомились именно на всем этого фильма лажа 1 2 год где в строй год и в тот же год поженились ли они довольно мы долго дружили были знакомы потом через какое-то время уже поженились ну вот в прошлом году вы написали пост разводе и когда я помню прочитала я участвовал в съемках я к зле бы если меня это прям был шок такой неожиданностью потому что вы многодетный отец 25 лет брака не тяжело было ну да к сожалению ничего хорошего в разводе нет но оказывается все жизнь такая ну довольно сложная вещь оказалась в этом плане я был в розовых очках немного оказывается иногда бывает во взаимоотношениях единственным решением когда ну такой развод разлука да к сожалению так случилось ну и хочу сказать что мы с назиры к этому вопросу подошли на мой взгляд очень по-взрослому то есть мы не было никакой там ругань и скандала то есть мы очень обстоятельно все проговорили все взвесили а как это более того еще и к разводу обычно когда очень долго идут к разводу так сказать вода видимо так оно и было более того мы очень серьезно обстоятельно это проговорились нашими детьми о тех как в тех о тех моментах которые как он как нам дальше быть как нам то есть мы же от этого не перестали быть назира мамой а я папа и наших детей да поэтому мы все это очень так продумали проговорили и вот в рамках этих наших договорен сейчас вот продолжает жить а вот пост который вы написали это что было опередить какие-то события вы не хотели каких-то сплетен и это тоже до слуха это тоже да потому что ну так как мы все таки как скан так публичная личность и я и назира в какой-то степени поэтому не хотели там кривотоков каких-то слухов поэтому решили на опережение опередить себя в один день опубликовали и ваш супруга мы прям с ней договорились об этом мы договорились что слушать надо какое-то разъяснение дать потому что поползли какие-то слухи поползли какие-то недоговорки там даже среди очень близких людей вас 5 детей и вы такой образцовый всегда были ахан сатаев образцовый отец образцовый режиссер как-то у вас очень гладко жизни вдруг не боялись разочаровать аудиторию ну безусловно я же говорю что ничего хорошего в разводе нет то есть это ни в коем случае не призыв там и не образец в семейных отношениях но я считаю что оказывается действительно есть такие моменты еще раз повторюсь что к сожалению когда развод становится единственно выходом переступать через это все эти и потом мучить и себя и своих близких и родных тоже это не не выход мы очень серьезно об этом говорили с назирой но она вас отпустила по-доброму да мы обоюдно друг друга отпустили по доброму пожелали друг другу счастья благо в этом решение счастье уже появилась вашей жизни сложно сказать но я думаю что нам сейчас комфортно ну любовь вашей жизни сейчас есть можно сказать что да вот здесь в этом павильоне снимали перекресток я помню очень много было хабаровских ток-шоу дебаты я помню клипы реклама я здесь в первую свою рекламу рекламный ролик первый рекламный ролик здесь а какой павильоне это был мебельный салон коды x это была моя дипломная работа работали тогда заработал работал я помню на гонорар от этого ролика снял себе квартиру там на целый год а почему они решили не остаться в рекламе потому что рекламный бизнес он же быстро это такие быстрые деньги быстрые деньги много слава богу у нас у меня все очень хорошо складывалось в этом плане я в 2003 году организовал свою компанию с этой фильм и мы его до шестого года очень до этого до 2003 года очень активно был активно снимал рекламу и потом вот в шестом году решил снять свой первый фильм рэкетир вот тут это как знаешь как а вот рэкетир долго зрел прилично да то есть у меня две идеи рэкетир и заблудившийся мы думали в тот момент какое какое кино снимать и решили рэкетир потому что это было все таки в пользу пользу зрителя в пользу кассовых сборов потому что мы оглянулись вокруг посмотрели на россию в россии в то время в гремел бумер они очень много денег тогда собрали и это был как что-то такое ну криминальная драма это очень модно на тот момент и мы тоже решили вот свой вариант тогда сделать хотя заблудившийся тоже уже как идея она уже была в голове даже мы думали может быть ее запустить но мне кажется заблудившийся не выстрелил бы так как рэкетир да наверное очень важно в фильмах еще актуальность да конечно я думаю что и и в плане именно как с точки зрения бизнеса рэкетир был абсолютно наверное верное решение сколько вы заработали тогда больше миллиона долларов а селя ну ладно пока не обижайся сейчас домой придем а с государством не сложно работать но у меня слава богу я очень комфортно чувствую в этом плане конечно есть там бюрократические какие-то моменты безусловно не есть но с другой стороны я очень тоже благодарен государству за такую поддержку потому что допустим такие проекты как мы была такие проекты как-то мерить без поддержки государства они априори нереальны что-то бюджеты огромные колоссальные бюджеты для того чтобы это если переводить его какую-то на бизнес рельсы то это это не выгодно но вы в этом смысле любимец государства потому что кроме вас по-моему такие бюджеты никто не получает возрождение степной легенды в огне столетней войны антитим антитим казах фильм представляет мангала во имя родины любви и чести у меня получается снимать такое хорошее кино на самом деле так если просто оглядывать смотрю мне действительно я горжусь некоторыми своими работами особенно допустим тамирис мне кажется такой довольно серьезный такой приличный уровень но это опять таки не то не моя единоличная работа да это кому работа командная мы должны это понимать но главный человек это вы на площадке наверно да мне кажется не на площадке и с этой фильмы то что вот вы на казах фильм не успели прийти и сразу же газификацию сделали да то есть это же ведь опять таки это даже не просто что вы хороший менеджер я очень хочу им быть я стараюсь им быть но конечно оценку дает все равно окружение почему допустим не доверяют деньги в государство доверяет такие большие бюджеты я очень надеюсь на то что действительно государство не просто там закрыт там грубо говоря за красивые глазки да за то что действительно ну наверное я как-то доказал то что я могу там там проработал сперва там на ликвидаторе да мой действительно сделали хорошие продажи фильм до сих пор продается мы сделали мангбала тоже как бы такая у аудитории у зрителей мы нашли как будто вот лекс в терцах потом было была дорога к матери я считаю что тоже отличная работа была потом но тут еще хочу подчеркнуть роль наверное алины султановны назарбаева до которая была генеральным продюсером в дорога к матери и в тамирис то есть ее доверие ну и наверное конечно административный ресурс безусловно но вы дружите я очень надеюсь да потому что мы не можете назвать ее другом да то есть вы можете съездить кофе попить поговорить о жизни ну не так прям чтобы это было но если я допустим какие-то моменты где-то мне надо посоветоваться да мы на тебя на связи в этом плане давайте зайдем поведем посмотрим что там происходит сушки дверь такая тяжелая мощность как в сейфе да вообще двери звукоизоляция в этом павильоне снимается конкурс минсказахстан как мы видим да мы совершенно случайно сюда попали никого не предупреждали здесь мы не мешаем здесь людям я очень надеюсь ну я думаю что нет мы ненадолго оборудование все получается арендуют они у вас здесь не все здесь многое наверное свое не принесли но многое конечно безусловно наше вообще в семидесятых это все построено было в семидесятых годах но ты наверно знаешь во время войны сорок первого по сорок пятый год в восемьдесят процентов фильмов снималась на базе казах фильм а сейчас казах фильм семидесятых годов вот это двух павильонах это тоже до советский период прошлый век но это легендарные павильоны вот эти павильоны действительно легендарные и тут снималось очень много картин то есть тут это все пропитано действительно кино нашим наследием вот в этих павильонах вот сегодня здесь ведь мисс казахстан а сколько вы зарабатываете на аренде в частном время из казахстана сколько вам платить надо посмотреть договор потому что у нас хорошая скидочная система появилась опять-таки это тоже мы в положении вели чтобы мы были конкурентоспособны можно иногда бывало так что когда клиенты разворачивались уходили мы делали сейчас рыночную цену в рыночную стоимость у нас около 300 тысяч деньги стоит смена но при заказе там сам несколько смен мы делаем скидки то есть до 50 процентов мы можем не согласовывая с акционерам делать скидки вау супер то есть но в эту сумму что входит если например я прихожу хочу что-то здесь снять то есть что входит в эту сумму все условия для того чтобы это первое помещение остальное вот это вот подиум или это все это уже делать сами все декорации не стоит сами наши услуги чтобы было комфортно и там было тепло была вода уборные там выход там и так далее а вот все остальное это уже решение творческая уже той творческой группы которая здесь арендует оканут я честно говоря не совсем поняла если создан госцентр которому выделяется весь бюджет то чем занимается казахфильм на данный момент казахфильм начать вот как я сейчас проговорил да мы снимаем до снимаю тот контент который был до всех этих питчингов и конечно указа фильма сейчас больше функций как у кинофабрики у рынка хаоса то есть мы предоставляем в аренду павильоны костюмы съемочное оборудование это все старое но это все пока старая в этом году кстати тоже хочу подчеркнуть что выделен такой серьезный бюджет для того чтобы для модернизации казахфильм мы сейчас будем обновлять съемочный парк технического оборудования какой-то ремонт будем делать закупать какую-то орг технику который здесь но элементарно здесь даже но с интернетом были проблемы да скажем так не везде вай-фай есть и так далее и так далее то есть такие какие-то вещи которые мы либо вообще не был просто заброшен на многие годы есть такой к сожалению а почему почему вопросов много вопросов много и я тоже этот вопрос задаю из деньги были да не было госцентра наверное госцентр был создан потому что казахфильм был в таком плачевном состоянии построили ангар здесь да как в виде павильона этот ангар не достроили не хватает сейчас денег то есть его мы сейчас не можем не снести не достроить и непонятно зачем тогда это делали вопросов много говорите на потому что коррупция если откровенно говорить то попахивает коррупции к сожалению поэтому горько и обидно то есть наследие которые у нас я получил этом она там есть золотые страницы киностудии в истории но к сожалению еще вот такой вот наследие очень тяжелое очень такое неприятное когда мы буквально за руку ловили людей за руку ловили людей людей люди наверно привыкли просто годами да это все делать это было ужасно когда мы эту систему безопасности здесь свою как-то вводили то есть до этого ну вывозили из студии буквально до пенопласта понимаете пенопластные листы есть у нас такие да и до этого вот мы сейчас с вами пойдем допустим здание есть помещение бта зал называется уникальное инженерное сооружение уникальное советское время ее проектировали там московские инженеры сюда приезжали наши инженеры лучшие специалисты это здание где можно было писать в живую оркестр пульт стоял там аналог горят примерно такой пуль стоит там на студии обе роут в лондоне который там вот знаменитая студия где там beatles в свое время писался то есть у него пожизненная гарантия это уникальное оборудование тоже его сейчас тоже там нет то есть разобрали и как-то куда-то он делся очень не могут найти следы не могут найти есть вот это здание который о чем я сгурь быта зал там стены потолок все это выдвижное задвижное для акустики все уникально сделано то есть она здание помещение в поме комната в комнате там специальная там система отопления там обдув вот это все очень из этого просто сделали сейчас такой как конференц-рум из всего этого да там обклеили какими-то вот опять-таки линолеум там лежит вместо паркета обклеили какими-то там неправильными а куда смотрел счетный комитет все это видимо как то есть все это видимо на бумагах где-то всю присутствующих но только на бумагах да наверное так вот к сожалению я не вдавался где вот там 90 моторов оказывается было которые двигали все эти стены потолок 90 моторчиков нету причем мне сказали что эти моторчики там медный провод оказывается вот ценность была этих моторчиков для тех людей наверное которые там когда-то это куда-то медная на металл короче которая была просто количество 90 моторчиков этих концов потом мы сейчас вот мы в рамках модернизации там ребят привлекаем инженерные сети здесь как все расположено архитектурные какие-то чертежи где ничего этого нет оказывается в свое время вывезли сейф отсюда с кино студии сейф а в этом сейфе находились все эти чертежи и все эти документы и самая страшная ценность было сам сейф то есть этот кусок металла не то что внутри да люди даже не думали что внутри а кто вот руководил все это время тоже можно посмотреть это очень много людей а почему так вот как вы думаете то есть неужели вот вы же сейчас рискуете своим именем вот вы пришли на казах фильм до чтобы завтра вас так никто не говорил у меня вот куча этих вопросов мы так далеко сейчас не уходим но безусловно а период моего управления я просто вынужден сейчас заниматься какими-то аудиторскими делами я просто вынужден потому что от меня ну требует акционер министерство требует и поэтому мы какие-то вот эти вещи разбираемся но на это вот уходит очень много тоже ресурсов времени тут людских ресурсов у всех же как бы есть основное а вам не жалко своего личного времени что вот вы на это сейчас тратите время на там бумаги совершенно поиски инвентаризации и прочее когда вы можете творить создавать совершенно я в этом плане стараюсь расставить приоритеты и тут опять-таки команда то есть командная работа у меня есть в команде люди которые этим занимаются но опять-таки это не армия юристов да это не это люди которые там действительно уделяют этому свое время но не основное это надо работать делать все то что в статусе у нас есть казахфильм такой большой это что за здание это ангар здесь мы храним костюмы все костюм не все костюм очень много складов у нас костюмерных а это что за здание это о дтс это здесь декорации изготавливали изготавливали изготовлена сейчас мы сейчас ввиду того что нет таких объемов но она в аренде и ребята которые там работают всегда тоже делать какие-то вещи для кинокартин тоже делают слушайте почему казахфильм не используют наши создатели сериалов потому что я вижу что чаще всего они арендуют какой-то коттедж и в этом коттедже и вся съемка и происходит почему здесь не снимают ну мне сложно сказать это решение же продюсерская может быть это с экономической точки зрения выгодно арендовать коттедж потому что мы в принципе готовы но может быть да действительно я думаю что цены может быть не позволяют чтоб полностью сериал отснять на территории казах фильма там всегда готовы мы открыты но у вас только реквизитов да мы сейчас увидели сейчас зайдем в костюмерную то есть все есть база есть есть окон сатаев которые open и friendly да то есть готовы открыть всем двери мне кажется что те сериалы которые вот снимают для телевидения иной раз но ты прям видишь что все вокруг да около все вот в этом одном доме я думаю что там вопрос бюджет очень маленькие бюджеты потому что мы тоже хотели участвовать в производстве этих сериалов мы когда посчитали мы не влазили в себестоимость производства производственной себестоимость поэтому вынуждены были отказаться вы так уважаете свой труд что вы либо снимаете но чтобы это вот было действительно качественно пусть это будет дорого но масштабно глобально до либо вы не снимаете опять-таки слава богу что у меня есть какой-то же бэкграунд то есть до этого какие-то работы за счет чего в общем то может быть заказчики мне доверяют молодым ребятам которые только начинают свой там путь в режиссуре то им немножко сложнее они не смогут там сразу просить какие-то там большие бюджеты что это за это же надо как-то ну потом серьезно отвечать поэтому наверное они вынуждены брать скажем так любую работу ну знаешь я думаю что как раз таки они могут потом доказать показать что даже вот в таких вот малых бюджетов мы должны зрители страдать смотрите да да это другой вопрос такой риторический конечно я очень надеюсь что все равно вот это количество она перерастет в качество и у нас будут много-много очень хороших специалистов а как вы относитесь к тому что вот ну буквально каждый кто хочет сейчас снимает сериалы и кино я думаю другой человек просто вот говорит я все я буду снимать кино в этом нет ничего плохого на мой взгляд потому что и снимает чаще всего себя ничего плохого в этом нет почему потому что опять-таки количество я искренне это же не профессионально может быть но опять-таки рынок все отрегулирует вот рынок все отрегулирует то есть человек снял лажу ну день-два будет в прокате его уберут костюмы стирают здравствуйте ой ну я первый раз честно говоря такой костюмерной здесь мне кажется к он прям нужно снимать и снимать исторические фильмы д это с каких фильмов это значит кочевники казахское ханство манбала манбала тоже здесь тамирис тоже здесь что-то здесь вижу да смог было а тамирис у нас где тамирис другом до месте получается то что но вот один раз вот так вот можно потратиться да и затем просто это все использовать это все у нас монетизируется все на всем этом казах фильм зарабатывает на аренде это буквально там love story фильмы само собой исторические телесериалы в аренду можно прийти и взять для у вас и взять то есть так и так и происходит и сюда приходят люди выбирают что-то нужно потом считает выписывают оплачивает и все его а будут у нас еще такие исторические фильмы как я очень надеюсь потому что по моему сейчас даже планируется в рамках когда глава государства сказал то что нам надо в рамках рухани жангуру что мы должны историю оживлять опять-таки ведь это я думаю серьезные диалоги кинематограф идеологии они же где-то очень близко в кинематограф это тот инструмент где тесно и более подходя такой удобный комфортный инструмент для того чтобы распространять нашу идеологию масс это часть часть реквизитов до склад да это да я к сожалению не знаю это с какого фильма фильма но я думаю что это откуда-то комментируйте казахское ханство тут тоже трон тот качевника да сушки ну классно а вот так вот можно у вас например там на съемочку конечно сессию за обратно этот год это стоит опять-таки мы все сделали сейчас сбалансировали так чтобы это было рыночная цена но это правильно потому что вот что она стоит здесь а так она хоть будет приносить деньги ну и часто берут наверно на клипа что вот если бы я вот как режиссер я бы не брал тот трон который уже отработан на какой-то картине почему ну потому что все это уже отработано допустим если по его час снимал будет допустим тот тот же ханство да безусловно я сказал бы там по крайней мере что-нибудь изменить а вы думаете зрители обращают внимание и это же тот самый трон вы думаете есть вот я бы не обратил внимание но есть зрители особенно вот такие художники ребята вот которые там кружки постановщики да и этот ведь тоже как бы показатель профессионализма ну и это показатель бюджета если на это выделен бюджет если конечно бюджет маленький то есть а вот где реквизита стами рис часть здесь там и рис наверное нет а вот это кочевников да можно вот снять красивые посмотрите какой трон прям жалко что он здесь стоит может продадите куплю домой продажу устроить реально может она и не пригодится никогда больше да вот насчет продаж на это будет немножко сложнее это надо будет наверное говорить уже с министерством с акционерами нашим да ну вот куда вы девать это все это же огромное количество декораций то есть все на балансе киностудии это вот купится 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 и может быть это все как-то распродавать сил какой-то наверное происходит но я думаю что это какой-то должен быть там тоже алгоритм точно какой-то ломается даже есть еще что она допустим при транспортировке сломалась и что такое и допустим когда какая-то картина ее берет она ее ремонтирует за свой счет уже в этом плане да тоже сам так такой красивый а правда что в кино очень сложно отчитываться да за какие-то вещи если нет прозрачности то да но если все прозрачные все спокойно то я думаю что там все очень просто даже 24 то есть за все можно отчитаться лишь конечно но у вас бюджеты вообще там миллиардные несложно потом отчитываться то есть это же и питание актеров да и проживание реквизиты и локации безусловно это не просто декорации бухгалтерия финансисты планирование и поэтому конечно тут не просто но этот их работы они эти люди это этим занимаются а вы читали в телеграме вот у михаила казачкова вышла информация что бухгалтер его закрыли и я вот забыла фамилию что он занимался как раз отмыванием денег и там среди наша компания ваш ну тут видите как тут тоже субподряды и к сожалению мы не можем нести гарантию за всех наших субподрядчиков самое главное услуга была заказана услуга была сделана и доказательство это наша картина то есть мы кинуто сделали да а как они там ну вся их не история с кем они как себя ведут тут к сожалению мы уже не да и не вправе даже но вас вызывают уже в суд потому что у нас компания нас в качестве свидетеля к свидетеля да безусловно нас привлекали тоже конечно но мы ходили делали разъяснение объяснительное но вам приходится сейчас возвращать какую-то сумму не на данный момент сейчас как раз таки идут эти разбирательства я думаю что мы придем какую-то пониманию потому что там эта ситуация то что из-за суда то есть это вынужденная мера чтобы к нам вот так начислили какие-то деньги и мы сейчас будем это все распаривать тоже но неприятно да мне кажется что никто не застрахован но вы не уволили после этого своего бухгалтера как так вот нет 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 потому что у нас то я же говорю что услуга была заказа и услуга была разбирательства внутреннего какая-то была услуга заказана у нас съемочное оборудование было и съемочная техника все же могут то есть вы заплатили компании за съемочную технику и нам предоставили то есть в срок в день в день как мы и планировали в тех же объемах которых мы заказывали но вы привыкли уже наверно да потому что вас постоянно пытаются в чем-то уличить после того когда как пришел в казах фильм да да уже как-то иммунитет на раб вырабатывается ну да конечно стараюсь на это не отвлекаться потому что есть более важные дела интересно ермек турсынов или баян алогузова кого бы вы выбрали конечно баян она у нас эти директоров но это я это я уже знаю да вот ермек турсынов он всегда ругает ваших коллег мою подругу баян ругает да ну при этом вот если посмотреть на его бюджет и он получает хорошие деньги тоже государства я вам скажу больше если считать себестоимость картин ну себестоимость понимать удачу да 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 почему фильмы дороже чем там есть да потому что это претензии ну это вопрос не ко мне больше вопрос к нему да очень странное поведение у человека потому что но он говорит и делает по моему это разные вещи потому что говорит одно делает другое фильмы окана сатаева ликвидатор до 352 миллиона же уже как мы было два миллиарда до фильма ермека турсунова келлен 99 миллионов шал 386 миллионов кинжи 505 миллионов то есть я не вникал в его цифры его бюджет и не честно говоря не знаю сколько по ощущениям просто рассказывали ну вот рустам абдраша смотрите на огненную реку железная гора взял два миллиарда читает фильм вообще пропустила секретарь порткома миллиард ну то не маленький немаленькие деньги а фильм посмотрели секретарь порткома смотрели хороший фильм до на казах или ладно серия про ельбаса секретарь порткома до до миллиард вот огненная река железная гора 2013 год два миллиарда смотрели фильмы до смотрели да вот у вас тут самый дешевый фильм это ликвидатор самый дорогой темирис да ну вот вернуться как вы думаете эти деньги очень хотелось бы в это верить потому что изначально когда мы говорили допустим вот солену слотановны про на предмет там то есть он не рассматривался как бизнес проект это больше но он как идеологически это за тарифом за тарельту вот в рамках рухани жанру вот это знаете я считаю что есть вещи и темы которые бесценны громко звучит на на самом деле так когда и сейчас когда вот допустим это открывали кинофестиваль в турции нашей картины или когда сейчас нам американцы продают фильм на мир и как его хорошо в принципе раскупает то ты действительно понимаешь что там что наверное действительно это нужно было это была такая определенная необходимость для нашего кинематографа мы должны делать такие работы потому что но я был горд допустим перед нашими коллегами из других тюркских стран допустим перед узбекистаном там азербайджаном мы можем показать такую большую объемную картину с гордостью без стеснения абсолютно любой аудитории манана мое имя тамирис моих близких убили а я осталась одна отец да я из массагетов в нашей казахской ментальности у нас культ семью он непоколебим до нас вот на счастье ты не имеешь права абсолютно верно и это хорошо как ты должен вот сохранить и это абсолютно верно это это я считаю что абсолютно правильно опять-таки говорю что оказывается есть моменты которые ну говорятся же да там западной прессе говорят непреодолимые разногласия то есть это вот примерно из той территории ой ну на западе там вообще 56 раз разводится и каждый раз все радуются абсолютно нормально для нас мы всегда переживаем это как такую трагедию но вот не секрет что параллельно разводилась альмира торсун которая играла главную роль в таймерис то есть я знаю почему почему почему-то эксклюзив ну с альмирой мы дружим я скажу тогда с альмирой друг мы дружим действительно уважаем очень друг друга у нас очень много общего с альмира да человек рожден для счастья для любви я считаю что да иначе жизнь каторга но очень многие мужчины вам сейчас 50 лет уже исполнилось да нет будет будет такой достаточно хороший возраст да у нас 50 лет но не разводится я как-то вот такую статистику не узнал он не не проводил я не анализировал как так что как я просто вот ну шел так как велит во первых как велит мое сердце разум но с другой стороны безусловно я взвешивал все старался взвесить конечно очень много будет может нареканий может непонимания со стороны может быть моих и близких родных и смы со стороны моих друзей может быть со стороны общественности я не исключал этого но опять-таки говорю чтобы потом быть заложником всей этой ситуации и просто через не могу через не хочу просто с этим быть и мы с надирой про это говорили мы пришли к этому очень осознанно и понимали всю ситуацию тот статус в котором мы находились ту точку это ни в коем случае там не было причина какая-то там есть вне на то чтобы это было сугубо наши взаимоотношения с надирой но вот на карантине я видела вы выдали дочь замуж до куда лар приходили к вам домой да то есть свадьба была такая достаточно скромная очень скромная свадьба да мы уже были тогда в разводе супруга фактически да да фактически то то есть не сложно было нет слава богу что я же говорю дети отнеслись к нам ко всему этому с большим пониманием и прежде всего я благодарен нашим деткам что они поддерживают нас в этом все в этом плане да я очень тоже надеюсь что все эти изменения в нашей личной жизни они будут во благо здесь можно было раньше писать оркестр это уникальное помещение ближайшее такое помещение на мосфильме тут потолки и выдвижные задвижные стены задвижные но это все работает нет сейчас к сожалению это все ничего не работает более того из него вот пытались до нас сделать здесь выше кран стоит тут был как большой конференц митинг рум после этого вот мы решили сюда огромные деньги да свое время конечно конечно то есть это 70-х годов как вот она она планировалась и строилась именно таким образом чтобы здесь описали оркестры музыку и мы сейчас в рамках наши модель захотим все это восстановить могались здесь вот ютится наш такой так называемый музей который акта для мужа это собирал все эти экспонаты вот два-три а нет три-четыре назад презентация была музей но она была вот где проходная это стол шаги найманова да это реально его шаг это реально его стол это вот стулья и пока временно мы здесь как бы так вот обустроили то как в виде музея экспонаты они не все у нас гораздо их больше и мы хотим полноценный музей кино сделать сделать с более большим большей площадью и это хотим делать в рамках нашего это городка который мы хотим тоже строить декорации типа 15 века такой вот здесь на территории казах фильма вообще конечно хочется на казах фильм потому что это всегда была такая закрытая скажем сфера да такая монополия я помню в студенчестве мы сюда приходили на кастинги но попасть на казах фильм раньше было очень сложно вот есть и было бы здорово если бы вы здесь сделали такой а-ля голливуд куда можно прийти кофе попить да там сфотографируется со звездами тут же прийти на кастинг там все языка сняла потому что мы вот в рамках этого это на городка где-то на полутора гектара хотели бы поставить старый город декорации старого города вот примерно 15 16 века городок с городскими стенами воротами с караван сараем с фонтанчиками где там выходные дни можно было делать комное шоу факела там какие-то до летние площадки там где можно кофе попить и в рамках этого городка туда же внутри поставить музей кино свой кинотеатр небольшой а как его сейчас отношения с кинотеатрами потому что я знаю что раньше вам не доплачивали газа билеты и вам было сложно проследить этим ну не доплачивали на будет немножко громко сказано потому что мы таких фактов за руки не ловили в нескольких интервью о том что вам не доплачу что в отчетах и 40 процентов 30 40 общая статистика было там какие-то такие разговоры а касательно отчетов и того фактор сколько допустим зрители сидят в кинотеатре и сколько было потом в отчетностях вот там был бардак вот там был бардак поэтому мы как бы в свое время прошумели на этот повод по этому поводу сейчас немножко ситуация другая конечно тут вообще сейчас проблема после пандемии так получилось что мы сейчас все в одной лодке лодки вот этих вот проблем объединились мы во время пандемии как киностудия казах фильм я как от имени киностудия за фильм решил поддержать кинотеатры с контентом потому что я понимал сейчас мы наснимаем фильмы все мои коллеги наши студия частные студии но потом для того чтобы ее монетизировать в любом случае мы придем в кинотеатры в любом случае так или иначе и так как кинотеатры в плачевном состоянии там это же глобальная проблема была там в мире закрывались банкротились большие сети мировые в америке по всему миру и у нас то всего семьдесят пять кинотеатров 400 кранов и не поддержать их вот в этой ситуации это было бы ну на мой взгляд глупо поэтому мы со своей стороны насколько это возможно сейчас пытаемся тоже оказать содействие а в целом у кинотеатров есть будущее я думаю да мне очень сейчас обнадежили вот эти вот фильмы как дюна как последняя дуэль где народ снова пошел в кино то есть это вот допустим не только то вообще сейчас глобальным по всему миру какое-то оживление пошло я очень надеюсь что мы вернемся к тем показателям которые были до до пандемии кинотеатры это все равно основное основное средство основная площадка для монетизации кино конечно стриминг стриминговые площадки netflix очень серьезно коррективы внесли в это но это акции нет к сожалению нет нет вы же в этой теме сожалению нет более того знаешь мы пытаемся сейчас наладить мосты с netflix мы очень долго шли к тому чтобы просто провести с ними зум у нас вроде удалось вот мы пока это все не анонсировали но очень надеюсь что мы придем какой-то то есть мы провели очень хорошую встречу с netflix но зато у вас выходит 1 декабря боксер я тоже принял в этом фильме участие и когда я посмотрела фрагменты мне кажется это очень мотивационный фильм я надеюсь я верю что у нас получился действительно классный фильм хороший фильм я еще хочу пользуюсь случаем поблагодарить один раз за твое участие в нашем фильме очень надеюсь что наше кино понравится полюбится зрителям и действительно на мотивационного чему я вчера посмотрел этот фильм такой тест фокус-группа с в лице моих детей даже самому младшему сыну он прям после этого отдел перчатки и сказал что он хочет стать боксером то есть она действительно мотивирует мне кажется что вот после этого фильма у каждого человека появится надежда что он может добиться любой цели потому что серик сапиев в жизни и вот фильме как раз это доказывает а что если ты ставишь перед собой цель ты можешь просто дай себе время и подготовься абсолютно я считаю что это фильм не только про спортсмена вообще про человека который хочет стать наверно чемпионом по жизни вот поэтому я очень верю что после этого будет действительно она будет мотивировать спортсменов априори это по умолчанию это точно я знаю что на это нам удалось по моему достичь вот той цели но и помимо этого это будет мотивирующим для любого зрителя любого возраста любой национальности она действительно история успеха успеха к которому человек шел через барьеры через трудности честь потери улень бик куржит он паша не дерись боксирует тренируется он пример для молодежи держи контроль и зарывайся помнишь зачем ты здесь просто возьми свою мы записали нур-султане небольшой блиц опрос и люди из столицы передают вам привет и хотят чтобы вы ответили на вопросы всем большой привет хороших фильмов хочется казахстанских солидарно джо казах фильм к сожалению сейчас я не могу точно прям сказать кто это сделал но то что это был поджог это это уже факт то есть когда фильмы снимать хорошие начнут ну знаешь на мой взгляд у нас есть хорошие фильмы у нас есть хорошие фильмы к сожалению может быть не все не доходит до зрителя может быть не обо всех они знают в данном случае конкретно ну я считаю что у нас есть замечательные фильмы и он назовите три самых лучших фильма за всю историю современного казахского кино современного современного рэкетир тамирис вне моей карте априори я буду больше о своих картинах но если так то вот из вообще крайне даже фильмов мне очень нравится творчество адельхана яржанова мне очень нравится творчество фархада шарипова урустема обдрашева очень хорошие картины ну не знаю их очень много у дарижанова мирбаева если брать такой арт-хаус такое он кстати недавно взял лучшего режиссера на токийском кинофестивале это буквально неделю назад было это продукция киностудия киностудии казах фильм акан сатаев он президент казах фильма чтобы его спросили почему вы ему не снять фильм про она его я считаю что придет то время когда он действительно про этого человека то знаете у нас очень много героев про которых я считаю надо снимать фильмы писать книги и дай бог чтобы нам хватило времени бюджета чтобы все это реализовать и чем с этим лучше мы один раз смотрели фильм на казахском языке никогда его не забуду помнишь не помню как называется помощь про деток боже мой на казахском языке было все понятное рыдали все было понятно вот такие фильмы надо снимать чтобы было понятно людям русскоязычным что говорят на казахском ну это естественно о добре а понимание ну вот такие фильмы должны конечно я мне очень удивляет немножко то что она говорит это говорит незабываемое кино но при этом она забыла как называется никогда не забудем да я бы очень хотел чтобы любой казахстанец когда мы смотрим кино он понимал о чем там идет речь конечно вопрос вот допустим вопрос языка часки ну да он очень остро стоит в законе о кино про это что говорится я бы очень хотел безусловно нам нужно развивать наш родной язык ну вот сейчас с тобой общаемся говорим все на русском языке но тем нам нужно говорить на нашем родном языке но тем не менее при этом не забывать ту часть аудитории которую не говорит который не понимает даже очень много казахов которые не говорят на казахском языке не понимают мы не должны перечеркивать и говорить все мы сейчас сто процентов будем говорить только на казахском знать на украине такая ситуация произошла когда они практически потеряли рынок проката когда они сто процентов все перевели на украинский язык и тогда просто кинотеатры начали загибаться без без пандемии я желаю вам акан пальмовой ветви всех наград спасибо не знаю мне почему-то кажется что мне кажется что вы придете к оскару и рано или поздно его получите да я думаю что это просто вопрос времени и желаю вам желаю всем нам оказаться в казах фильме но через год может быть там через полтора и увидеть глобальные изменения потому что то что я сегодня увидела особенно в подвале это немного печально я очень хочу чтобы казах фильм жил долго спасибо тебе спасибо за визит спасибо за эту чудную беседу пойти давно да мы планировали да очень много рассказали и честно я вот пока вот так вот не окажешься не увидишь изнутри не может то есть такое ощущение что отказа фильма осталось только одно название казах фильм к сожалению да многие люди которые приходят сюда вот в надежде увидеть что-то что-то вау да и увидев наши реалии немного конечно и жизни нет той который я видела там когда перекресток снимали вот какая-то была жизнь тогда более или менее да лишь перекресток он он задал да здесь такой был атмосфера производства на все здесь бурлело кипела сейчас конечно к сожалению то что ты пандемии сыграет свою роль играет роль то что казах фильм без бюджета немножко час остался дамы там до съемки какие-то делаем но тем не менее сейчас вот пройдем допустим наших монтажный там где-то что-то кто-то какие-то картины еще монтируется что-то снимаешь что делать но того чтобы прямо часто все берут бурлело кипела нет этого нет к сожалению общем окан сатаев сейчас больше не в творчестве а в этих заменах труп не хочу превращаться в кино чиновников в полном понимании да но это как миссия наверное да сейчас сейчас очень попытаюсь опять так это командная работа очень надеюсь что вот моя к я и команда наша мы справимся с этими задачами но я желаю вам удачи спасибо